Можно показать диагностику системы внешних напряжений, на что обращаем внимание? Ну, конечно, вот тут этот вопрос, который ты спрашиваешь сейчас, он шикарно просто на семинаре. Потому что вся группа, выставляется вся группа и прям вот сразу видно эту диагностику. Как вот сейчас объяснить эту диагностику без общей давности? А что обратить внимание на какие-то такие глобальные вещи? Так, конечно, какие-то нюансы вы уже будете со временем набирать. Это визуально. Визуально и тактильно. Вот это вот тут очень важно, что визуально идёте по улице и рекомендую. Сейчас вот народ уже разделся. Слава богу, правда, у нас есть культура одежды ещё совсем на голоках. На юге, в странах южных там много можно увидеть. Не совсем это прямо так это. Ну, в общем, короче, смотрите, наблюдайте за людьми. Вот и самое главное, очень важно, наблюдайте за людьми, подчёркиваю, в одежде даже интереснее. Почему? Потому что вам одежда расскажут больше, чем когда человек без одежды. Сразу же, ну, допустим, в майке, да, вот. А когда он в кофте, вот в кофте, в футболке гораздо лучше видно, потому что по футболке, по складкам, вот, по полосочкам, по понятостям сразу очень много будет видно. И я услышала этот вопрос, и, наверное, всё-таки это... Будем прям собирать такую базу видео, и чтобы это показать, и вот потом ещё объяснить, ну, да, тоже, может быть, на таких вот вебинарах. А самое простое, это в первую очередь, что? Это плеч. Явные, да, которые, на что обращаются внимания. Да, подбородок куда повёрнут, как голова поднята, уши, насколько ровно они или вот перекошены. Вот это вот всё касается верхней диапрагмальной зоны. Лифчик у девочек очень хорошо показывает, потому что или вот есть смещение прям вот, и вот это должна средняя линия быть, ну, так вот, ровненько. И обратите внимание, что, не смотри, я смею говорю, лифчики, если перекошены, это просто китайский лифчик, не там пошит. На самом деле, юмор за юмор юмором, но очень видно сразу же, что вот, если вы видите спереди, что эта линия, вот, от соска до соска, если она кривая, у человека сколиоз и 100% очень сильная деформация уже сзади, со спины. Очень диафрагмальная зона прекрасно показывается. Тут вот у нас перетяжечки вот такие идут, у многих футболки, вот у женщин кофточки. И сразу понятно, что здесь, кроме того, чтобы, а плечи могут быть ровные. Тут говорит о том, что диафрагмальная зона как-то перекошена, и там тоже уже всё, что спереди, это сразу сзади. То есть сразу имейте в виду, если вы видите это спереди, и говорят, что сзади это более проявлено. Естественная диагностика, потому как вот по третьей ступени уже, да, как разворот рук, человек стоит, как у него там. Подтянутый. Подтянутый, да. Очень часто бывает, вот, плечи втянуты вниз. И вот есть вот это вот, проводили сейчас антистрессовую программу, которая именно называется антистресс. Вот, я там давала очень интересные упражнения, которые действительно снимают последствия напряжения в теле после стресса, страха, переживания, опасности, не знаю, после экзаменов. Вот сейчас будут ЕГЭ, у кого ЕГЭ, дети пройдут. Рекомендую, покупайте этот, это вот курс, этот буквально там 5 дней. Вот, да, я не могу без теории сказать, я не могу не объяснять, просто упражнение дать, поэтому там есть теория еще. Это глобально много очень там на самом деле сказано. Вот, а если вы с мозгами, то послушайте, подумайте, смотрите на улицу, и вы больше дальше будете еще понимать. Так вот, рекомендую детям обязательно после того, как они сдадут ЕГЭ, вот этот вот курс, чтобы они с собой позанимались и сняли то напряжение, и не потащили вот это вот, ой, спросят, ой, что, а я не знаю, боже. И вот это вот такое, и потом появляется вот эта вот сутулость. Ой, сейчас сяду, и что бы меня не видели, среди там первого не спросили, появляется сутулость. И вот это вот как раз полный курс есть, который рекомендуем, пользуйте для своих и предлагайте, когда вы видите и своих знакомых, что есть такое. Потому что, как бы вы не работали с человеком, психосоматика остается, психосоматика, она в теле, остается у человека до тех пор, пока он сам у себя это не снимет. Поэтому вот эта вот деформация, как раз она видна, но вот тут вот дальше диагностика, а психосоматика это или это физическое? Вот эти вот все такие вещи, это всегда практически психосоматическое. Поэтому результаты хорошие, ну, чтобы еще как бы баку вот это вот, оттуда шейка вылезла, это, конечно, вот рекомендуйте своим клиентам, это вам в помощь. И самое главное, что у вас же потом будут говорить, что, представляете, там буквально несколько сеансов у меня все отпустило, я такой сутулостью жизнь ходила. Вот это вот вместе рекомендую, это вам просто помощь для того, чтобы результативность увеличилась. И сразу говорите, просто одни эти упражнения не помогут. Как бы человек не думал, что он все у себя сделает, нет. Потому что это внешнее напряжение, а вы своими ручками снимаете внутреннее напряжение, которые вот при диагностике, они как раз видны, видны такими очень, как сказать, ну, как, ну, не знаю, там, как жамканное такое, вот вроде бы все поглаженная кофточка. Да, видно, что на ней такие вот микроподтяжки. Вот, ну, ноги как стоят, криво, не криво. И, конечно, когда у вас человек лег на стол, это приподнять, вы проверяете полностью ручки, ножки и смотрите, насколько напряжение есть в руках, в ногах, где эти напряжения есть. Вот, ну, если так вот заучено. Ну, бывает еще так, что визуально одно напряжение, человек ложится на стол, ручки положил, ты понимаешь, что вот тут другое совсем, да, то есть, как будто вообще разные люди. Смотришь одно, там, лег, а у него оказывается вот здесь вот сколько напряжения. Есть. Вот это как раз опять-таки все, что с верхней частью, вот он, вот вы видите, он какой-то там перекошенный на что-то и напряжение у него есть. Ложится, он в лег нормально, а ноги не приподъемные. То есть, вот это как раз уже сразу вам показатель, что большая часть напряжений, это в ногах. Но это как раз показатель, что это 70% первоосновой психосонатика. Боюсь идти, боюсь двигаться, боюсь, боюсь, боюсь. Вот это обездвиженность. Поэтому вот рекомендую, рекомендую рекомендовать этот вот курс, он мне дорогой, тем более прекрасный на всю жизнь, если только вы овладеете этим всем, потом будете сами пользоваться. Вот, и чтобы вы уже шли вместе в руководку с клиентом и даете им задания, чтобы они выполняли свои домашние задания по этим упражнениям, а вы работаете с телом. Ну, вот, наверное, так. Ну, еще старайтесь наблюдать за людьми немножко как бы со стороны. Не всегда показательно то, что вот, ну, встаньте, я посмотрю, как вы там стоите. Ну, в этот момент человек немножко там где-то себя может гордать. Конечно, он старается встать. А так вы так со стороны наблюдаете, да, как он повернулся, как он на кушетку лег, как встал, какое у него положение. Вот немножко как бы со стороны. То есть можно и так посмотреть, да, поставить человека, но в динамике это больше показательнее, чем вот он встанет. В какой-то момент вот он полминуты простоит-то ровно, потом у него уже там пойдет там плыть. Все напряжения проявятся сразу же. И точно так же, когда вы, ну, проходите, да, клиент говорит, проходите, там, вот, садитесь, вы все равно как-то спрашиваете, лучше все-таки, чтобы у вас был стул, стул, куда он может сесть. Вот он сначала садится весь такой, поправится. Это мы все так делаем. Потому что вот нужно, мы знаем, что нужно так выглядеть. И все стараются. А дальше вы задаете вопросы. Вот, и говорите, а вы бы не могли вот запомнить анкету, чтобы мне более было понятно, что с вашим телом. И вполне возможно, ответив на некоторые вопросы, я буду знать, что я с вами буду делать. Вот, и далее, конечно же, ваши жалобы обязательно. Вот тут есть момент очень важный. Ваши жалобы, пожалуйста, запишите, на что вы жалуетесь. Потому что я вам даю слово, что процентов 70 клиентов у вас, сеансов через 8, а то и раньше, через 5, совершенно не будут помнить, с чем они вообще к вам пришли. И вам скажут через 5 сеансов, вы же видите, кстати, вот тоже очень хороший момент такой бывает. Вот, и спрашиваю, как вы себя чувствуете. Да нет, все так же. Я листочек там могу показать, конечно, у меня в памяти все. Вот, и я точно знаю, что вот он там, а как вы поднимаетесь к тебе в карте? Да, вроде бы так. А, нет, немножко полегче. И вот тут вы уже задаете вопросы, на что он жалуется. А утром как просыпаетесь, спина как у вас побаливает? Ну, болит, да. А, ну, и вот, ну, вы знаете, немножечко изменилось. Вот это вот сеансов через 5 нужно это спрашивать обязательно. И вот это ваша первичная диагностика, которую вы записываете. И вот когда он это уже пишет, вот, а тут уже он отвечает и уже сидит вот так вот. И потом с вами сидит, разговаривает вот так. Все, понятно, что у него поехало, и внутри он не может удерживать. И когда человек перекашивается так, это всегда показатель внутренней, в первую очередь, напряжения. Если вдруг он сидел-сидел, его перекосило. Вот. Это, ну, как бы вот явно ярко, понятно сразу будет вам. И в любом случае через 5 сеансов, вот через 5 сеансов, там можно еще там потом через 8, и уже через 10. Вы их опрашиваете, спрашиваете. Хотя, в принципе, я всегда спрашиваю после каждого. Но после 5 сеанса такой хороший опрос уже, чтобы он даже прям вот, может быть, даже записал.